Здравствуйте! В эфире новости на CBC в студии Медина Гурбанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. Сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения. История этого праздника связана с национально-освободительным движением, начатым в Баку в ноябре 1988 года. США продолжают поддерживать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Об этом сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя отказ Баку от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. США и Евросоюз продвигают план по размещению международных миротворческих сил в секторе газа после войны и усиливают давление на Израиль, добиваясь прекращения военной операции, поскольку число жертв среди гражданского населения растет. Об этом пишет агентство Bloomberg. В Бишкеке на форуме по зеленой экономике эксперты стран Центральной Азии обсудили важные задачи транспортной отрасли, энергетики, туризме и финансовом секторе. В этом году главная тема форума – чистый транспорт и возобновляемые источники энергии. А теперь подробнее. Первый вице-президент Азербайджана Мехребан Алиева на своей официальной странице в Инстаграм поделилась публикацией по случаю 17 ноября – Дня национального возрождения. 17 ноября – важный день в истории современного Азербайджана. В этот день, 35 лет назад, на площади Азатлык было положено начало национально-освободительному возрождению. Сотни тысяч людей собрались здесь в знак протеста против политики двойных стандартов, проводимой Москвой. Спустя 35 лет Азербайджан отмечает этот праздник как страна, победившая многолетний сепаратизм на своей территории и восстановившая территориальную целостность. В этот исторический период, когда победоносная азербайджанская армия под руководством президента Верховного главнокомандующего Ильха Малиева освободила родные земли от агрессора и оккупанта, когда территориальная целостность Азербайджана восстановлена, смысл Дня национального возрождения становится ещё более значимым. Именно этот день, 1988 года, открыв для Азербайджана путь к национально-освободительному движению, привёл к обретениям государственной независимости. В холодные ноябрьские дни азербайджанский народ вышел на центральную площадь столицы, чтобы протестовать против открытой агрессии армян и двойных стандартов горбачёвского режима. Не было ни единого дня, чтобы народ Азербайджана сомневался или терял надежду, что рано или поздно мы восстановим свою власть над всеми ранее оккупированными территориями. Сегодня, когда трёхцветный флаг Азербайджана гордо развивается по всей территории страны, день возрождения имеет особое значение для всех нас. На 105-й год создания Азербайджанской республики, одновременно на 35-й год дня возрождения в результате проведённых в этом году антитеррористических мероприятий локального характера, мы вернули контроль над всеми ранее оккупированными территориями. Азербайджанский народ стал примером всему миру того, что нельзя мириться с террором и несправедливостью. Основной причиной справедливого гнева и возмущения азербайджанского народа стали жестокое изгнание азербайджанцев с исконных мест проживания в Армении. Участившиеся убийства в Карабахе и вандализм в Шушинском лесу Топхана. Измученные, замёрзшие, оскорблённые и униженные в надежде на спасение от озверелых армянских шовинистов в Азербайджан стали стекаться беженцы со своих родных земель в Армении. Но даже во время этих событий вооружённые бандитские группировки армян, большинство которых надевали милицейские формы и создавали самовольные проверочно-пропускные пункты, останавливали все машины, проверяли документы пассажиров. И если выяснялось, что в машине есть азербайджанцы, жестоко их пытали и затем убивали. Этот невиданный вандализм руководитель советского государства Михаил Горбачёв старался не замечать. С его же ведома в феврале 1988 года в Карабахе начались беспорядки, где впервые прозвучали идеи Мияцума. Цель была ясна – присоединить исконно азербайджанскую землю Карабах к Армении. В конце 20-го столетия азербайджанский народ начал справедливую борьбу за свои национальные права. Эта борьба против армянского терроризма превратилась в широкое народное движение. Не случайно, что тогда на ту самую площадь принесли трёхцветный флаг Азербайджана, что уже говорило о национальном пробуждении и возрождении этого народа. На данный шаг азербайджанский народ вынудило безразличное и необоснованное поведение тогдашней власти, которое поддерживало армянский вандализм. Национальное движение азербайджанского народа, к которому присоединились сотни тысяч людей, вошло в историю Азербайджана как один из самых значимых дней. Потому что даже на тот момент азербайджанский народ отстаивал свои права в рамках закона. Чтобы подавить голос и волю азербайджанского народа, в Баку были стянуты большие силы советских войск. Уже в ночь с 3 на 4 декабря митинг был жестоко разогнан. Советские власти выдвинули против безоружных людей всю силу красной военной машины. В том числе тяжелую технику. И лишь с возвращением общенационального лидера Гидролива в Азербайджане началось настоящее возрождение государственности. Именно он укрепил и сделал необратимой независимость Азербайджана и открыл народу дорогу от национального возрождения к национальному прогрессу. Беновща Назарва, CBC США продолжат поддерживать мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. Так, в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер прокомментировал отказ Баку от встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. Пресс-секретарь призвал две страны участвовать в переговорах, будь то в США или где-то еще. Баку отказался от встречи, которая должна была состояться 20 ноября 2023 года в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Как подчеркнули в МИД Азербайджана, в ответ на необоснованные заявления помощника госсекретаря США Джеймса Убрайна на слушаниях подкомитета по Европе, комитета по иностранным делам, палаты представителей, односторонние и предвзятые заявления являются бесполезными, необоснованными и неприемлемыми. Подробнее тему обсудим с Фуадом Гусейн-Алиевым, директором информационного агентства «Репорт». Он подключается к нам. Здравствуйте. Добрый день. Итак, последние действия заставляют задуматься, действительно ли американское правительство заинтересовано в мире на Южном Кавказе, чем обусловлены такие шаги, ставящие под угрозу отношения с Азербайджаном, можно сказать, ведущей страной в регионе Южного Кавказа? Ну, как я понимаю, Соединенные Штаты продолжают уже общую риторику западных стран. В первую очередь мы видели это со стороны Франции, затем подключился Европейский Союз, а сейчас уже и США. Тут вопрос в том, что они, весь Запад, сконцентрировался на том, чтобы однозначно выбить Россию из Армении и, возможно, из всего региона. И для этого, скажем так, в данный момент создалась, по их мнению, благодатная почва, которая заключается в том, что Армения уже избавилась, скажем, от груза Карабахского конфликта. Мы же понимаем, что все именно и для Армении было весьма... То есть Карабахский конфликт оказывал очень негативное воздействие на саму Армению, в первую очередь, и на ее развитие. И в данном случае они решили воспользоваться по полной мере, обвиняя Россию в том, что она предала Армению, в том, что она ее не поддержала. Хотя как можно было бы поддержать Армению, при том, что абсолютно все операции Азербайджан проводил на своей суверенной территории, которая была уже... Эту международную признанную границу, суверенитет Азербайджана, был признан во всех международных организациях. Ну, в данном случае решили, видимо, сыграть на этих противоречиях и выбить Россию из региона. Я понимаю, вот это так. И плюс, в данном случае еще непонятно, то есть вчерашнее заявление Миллера, оно как-то не слишком согласуется с предыдущими заявлениями у Брайана, который обвинял Азербайджан чуть не во всех смертных грехах. Ну, видимо, там тоже есть несогласованность, отсутствует, видимо, коммуникации между какими-то звеньями в Госдепартаменте и в руководстве США. Ну, мы имеем то, что имеем. В данном случае почему-то американцы выбрали путь очень большой конфронтации с Азербайджаном, как вы совершенно верно отметили, с главной ведущей страной Южного Кавказа. И забыли все эти заслуги, я не сказал бы заслуги, но все то взаимное сотрудничество между двумя странами, которое происходило до сих пор. Ведь Азербайджан был одной из базовых стран, через которую США в том числе проводили операции в Афганистане. Азербайджан всегда поддерживал на международном уровне операции и как в Афганистане, в Ираке и в других странах. Ну, в данном случае уже выбор, это был не наш выбор. Мы всегда готовы к сотрудничеству со странами, которые предлагают равноценное и взаимно равное сотрудничество. А вот способны ли действия Запада поставить крест на мирном соглашении, в котором, по сути, больше нуждается Армения, чем Азербайджан? На что надеется Ереван, продолжая прозападную политику и все больше отдаляясь от Москвы? Ну, касаясь первой части вашего вопроса, фактически Запад все делает для того, чтобы мирный договор был отсрочен и не заключен. В чем логика, честно говоря, мне сложно сказать. На данном этапе. Возможно, это связано с тем, что, во-первых, Карабахский конфликт на протяжении 30 лет был средством давления как на Азербайджан, так и на Армению. И в первую очередь на Азербайджан тоже, что вот как-то нерешенность конфликта, она как-то могла, по мнению западных стран, могла, скажем, использоваться для продвижения своих интересов. Этого не было, откровенно говоря, до сих пор, а после этого вообще не остается никаких рычагов. И они, видимо, пытаясь отсрочить заключение этого соглашения, стараются сохранить какие-то свои рычаги воздействия на Азербайджан. Армения, со своей стороны, я скажу, что в данном случае последние заявления Пашиняна, буквально два дня назад, которые он говорил в парламенте, Армения как раз-таки хочет, скажем так, тоже скорейшего заключения мирного договора. На словах, по крайней мере. Мы также можем вспомнить о том, что МИД Азербайджана заявлял о том, что предложения Армении были представлены, но два месяца на них нет ответа. Но Пашинян в парламенте, скажем так, достаточно звучал благозвучно, говорил благозвучно и говорил о том, что Армения как раз и хочет скорейшего заключения мирного договора. Ну, за словами должны следовать действия. К сожалению, как неоднократно это было, мы никак действий со стороны армянского правительства, армянского руководства не видим. И все ограничено только словами. И с другой стороны, Запад тоже, как я понимаю, сейчас активно, не то что даже создает условия, наоборот, препятствует заключению этого мирного соглашения, осуществляя максимум давления на Азербайджан. И надо понимать, что это давление абсолютно бесполезно. Азербайджан не пойдет ни на какие уступки по заключению мирного соглашения. И Азербайджан уже отказался от Вашингтонской площадки, совершенно верно это сделав. После такого выступления, после таких обсуждений по поводу проблемы в США, в Вашингтоне, уходить туда, естественно, было бы неразумно. Фактически, европейская площадка у нас тоже под вопросом. То есть, Запад сделал все, чтобы лишить самого себя возможностей быть независимым посредником. Это первая часть вопроса. Вторая, и Вы совершенно верно отмечаете, что, опять-таки, мирное соглашение, в первую очередь, нужно Армении. Мы и без этого мирного соглашения, и с оккупацией наших земель развивались очень активно, и превратились в ведущую силу на Южном Кавказе. То есть, уже с восстановлением суверенитета, то есть, вообще никаких проблем, фактически, в Азербайджан на внешнеполитическом курсе не остается. По поводу второй части Вашего вопроса, касающейся, если можно, можно будет напомнить, я очень извиняюсь. Вот на что надеется Ереван, который все больше отдаляется от Москвы, и как бы... А, да-да-да-да, да. Ну, Ереван фактически идет на поводу обещаний Запада. Насколько эти обещания будут выполнены в полной мере, очень-очень большой вопрос. Мы это могли видеть на примере очень многих других стран. В том числе Украины, то, что происходило в Сирии и в других местах, да. То есть, все эти обещания на каком-то этапе Афганистана того же самого, когда страна долгое время оставалась под контролем американских сил, и вдруг в один момент американцы решили оттуда выйти. И опять все вернулось на круги своя, власть там захватил Талибан, как это и было до американского вторжения, скажем так. Что поменялось для Афганистана? Абсолютно ничего, только десятилетия, потерянные десятилетия и десятилетия войны. Армения сейчас идет по этому же пути, надеясь на то, что они смогут избавиться от российского влияния, хотя это очень-очень сложно. Оставим даже в стороне чисто, скажем, военные какие-то возможности. Чисто даже экономически, вся армянская экономика, она зависит полностью от России. Все большие инфраструктурные компании, они в собственности российских компаний. Армения получает газ из России по сниженным ценам. Естественно, это все влияет и на уровень жизни. Да, правильно, на данный момент мы не видим каких-то резких шагов со стороны Москвы. Но я думаю, что на каком-то этапе, конечно же, это последует. По крайней мере, достаточно будет поднять цену на газ и довести ее до мировых стандартов для Армении. Для того, чтобы простой армянский обыватель понял всю прелесть сотрудничества с Западом. Сотрудничать можно, но сотрудничество именно в укор России, это уже, естественно, не позволяет говорить о суверенитете страны. Это конкретно выбор самой Армении, тут мы уж ничего не можем поделать. Но они идут по направлению потери, я думаю, государственности. Да, Армения идет на большие риски сотрудничества с Европой. И будем надеяться, что ситуация перейдет в более мирное русло. И Азербайджан не потеряет дипломатических отношений со странами Запада. Большое вам спасибо за то, что ответили на наши вопросы. На прямой связи со студией был Фуат Гусейн-Алиев, директор информационного агентства «Репорт». Продолжаем выпуск. Армения должна продемонстрировать добрую волю в мирном процессе. Об этом в интервью EU Today заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмед Гаджиев. По его словам, Азербайджан создал модель для решения одного из самых затяжных конфликтов в Евразии. Хотя Карабахский конфликт был одной из проблем, стоящих перед ОБСЕ с момента создания этого института, ОБСЕ не смогла решить этот конфликт. Институт субпредседательства Минской группы потерпел неудачу, потому что миссия этого института заключалась в поддержании и продолжении политики оккупации Армении против Азербайджана. Эта глава военной оккупации и несправедливости уже закрыта. Таким образом, повестка Дня Азербайджана сейчас направлена на установление мира и нормализацию двусторонних отношений с Арменией. Но любое мирное взаимодействие требует, чтобы обе стороны сыграли свою роль, и Армения также должна сыграть свою роль и продемонстрировать добрую волю, отметил Хикмед Гаджиев. Тем временем в Стамбуле отметили День независимости Турецкой республики Северного Кипра. По случаю праздника был организован официальный прием, на котором генеральный консул республики в Стамбуле Фатма Демирель отметила важность борьбы турок-киприотов за свои права и свободы. Фатма Демирель в интервью CBC также подчеркнула важность новый уровень взаимодействия с Азербайджаном. Азербайджан имеет особое место в наших сердцах. Мы будем продвигать наши отношения под лозунгом «Три государства, один народ». Мы едины и в радости, и в горе. Мы знаем, что такое геноцид в Ходжалы. Схожая беда была и у нас. Я верю, что мы достигнем более высокого уровня взаимоотношений в рамках организации тюркских государств. И с этой точки зрения визит нашего президента Ирсина Татара и его встреча с господином Ильхамом Алиевым имеет особое значение. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Джозеф Боррель призвал Израиль не быть поглощенными яростью, отвечая на нападение Хамас. Об этом он заявил президенту Израиля Цхаху-Герцогу по прибытии с визитом в Тель-Авив. В преддверии визита Боррель заявил, что едет в Израиль с намерением добиваться гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи населению Газы. Я потрясен страданиями израильского народа, но меня также беспокоит ситуация в Газе. Я хочу попросить вас сделать все возможное, чтобы уменьшить уровень бедствия граждан. Я считаю, что международное сообщество, включая Европейский союз, совершило политическую и моральную ошибку, недостаточно учитывая проблему мира в Палестине и Израиле. Наше общее стремление и ответственность заключаются в том, чтобы найти путь для прекращения людских страданий. Это обязательство, которое я беру на себя от имени Европейского союза, чтобы поддерживать вас в защите себя, в соблюдении правил войны и в строительстве мира. Ранее премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что его страна делает все возможное, чтобы защитить мирное население от опасности во время борьбы с Хамас в секторе Газа, включая распространение предупреждающих листовок. В то же время политик признал, что минимизировать число жертв среди мирного населения Израилю не удалось. В США сообщили премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху, что повторная оккупация сектора Газа израильской армии невозможна, заявил госсекретарь США Энтони Блинкин в интервью телекомпании ABC. По его словам, Газа не может дальше использоваться в качестве платформы для совершения террористических атак. Он подчеркнул, что Газа должна находиться под палестинским управлением. Отметим, что премьер-министр уже заявлял о том, что Израиль займется обеспечением безопасности в Газе после войны. Напомним, что ранее американский журналист, лауреат Пулитровской премии Сеймур Херш информировал, что Израиль хочет, чтобы сектор Газа после завершения конфликта управлялся обновленной палестинской национальной администрацией, руководство которой будет одобрено еврейским государством. Как отмечают источники журналиста, Израиль также планирует контролировать границу с Египтом и переход людей из сектора Газа. При этом Херш подчеркнул, что Нетаньяху нацелен на полное уничтожение Хамас. В США и их европейские союзники начали продвигать план по размещению международных миротворческих сил в секторе Газа после конфликта и усиливают давление на Израиль. По сообщению агентства Bloomberg, они намерены добиться прекращения военной операции, поскольку число жертв среди гражданского населения растет. В США и Европе считают, что обсуждение этой идеи может подтолкнуть израильское руководство к скорейшему завершению войны. Один из вариантов, рассматриваемых американскими и европейскими официальными лицами, предполагает расширение роли органа по наблюдению за выполнением условий перемирия. Он был создан в 1949 году для поддержки соблюдения соглашений о перемирии между Палестиной и Израилем после войны 1948 года. Ну а подробнее о ситуации в Израиле поговорим с военным журналистом Сергеем Ауслендером. Он подключается к нам. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Итак, как сообщил министр обороны Израиля Юэфгал, антармия обороны взяла под контроль и зачистила западную часть города Газа, после чего перешла к следующему операции. Каковы дальнейшие цели Израиля? И как производится действие для того, чтобы как можно меньше было мирных жертв, так как Запад очень обеспокоен этим вопросом и говорится о том, что жертв избежать невозможно, в том числе из-за того, что Палестина использует людей как живой щит, как отмечалось ранее. Ну, операция продолжается, и после вот взятия контроля над западной частью города Газа, я подчеркиваю, города, не всего Анклава, армия начинает продвигаться к его центру и вот как бы в южную сторону, с тем, чтобы полностью взять контроль над городом Газа, именно это главный оплот, главный опорный пункт Хамаса в секторе, после чего там будет проведена такая очень серьезная тотальная зачистка с целью поиска туннелей, складов с оружием, ракетных установок, боевиков, террористов и так далее, после чего армия, по всей видимости, двинется дальше. Это имеется в виду к центру Анклава и в сторону юга, во всяком случае над Хан-Юносом. Сейчас Хан-Юнос это город на юге, в котором нет пока израильских военных, вот там разбрасывали листовки тоже с просьбой к местным жителям, переходить туда дальше, вот к египетской границе, в сторону Рафиаха и держаться подальше от террористов Хамаса и от их объектов. Так что, по всей видимости, цель прорисовывается, но в любом случае без тотальной зачистки сектора от террористов мы в этой войне не победим, и мы как бы, Хамас из сектора Газа, ну он не исчезнет, он возродится, как это уже не раз бывало, поэтому, по всей видимости, цель вот такая, полный, взятие полного контроля над Газой. Что делать дальше? Это отдельная история, это обсуждается, и пока нет никакой рабочей концепции. Что касается мирных жителей, то с самого начала, буквально с 8 октября, Израиль начал разбрасывать там листовки, со всякими прочими средствами информировать мирных жителей, в городе Газа в частности, ну как бы жители северной части Анклава, там есть помимо Газа еще там другие города, Бетханун, например, чтобы они уходили на юг. За некую линию, она была обозначена на этих листовках, гуманитарные коридоры, они по-прежнему открываются каждый день примерно, в основном это шоссе Салахиддин, которое вот прорезает Анклав, грубо говоря, посередине с севера на юг, и отдельные коридоры обеспечиваются для выхода на это шоссе. Охрану их несет израильская армия, и израильская армия вот в момент, пока действует этот коридор, обычно он действует, ну грубо, с 10 до 2 ежедневно, с 10 утра до 14 часов, огонь в этих районах не ведет, только для самообороны. Так что, в общем, а, ну, например, там было отправлено порядка 7 миллионов сообщений прямых на телефоны, да, уходите там туда-то с описанием, куда нужно уходить, и гуманитарных коридоров, это по три на каждого жителя Анклава пример. Так что, в целом, израильская армия сделала все возможное, чтобы минимизировать потери, а избежать их, к сожалению, в такой войне, в густой городской застройке, ну, просто физически невозможно. Да, действительно, еще такой момент, что, хотя правительство и Цахал заявляли, что хотят уничтожить Хамас, они последовательно подчеркивали, что возвращение заложников является равнозначной целью. Так вот, какова вероятность, что Израиль пойдет на какую-либо паузу в боевых действиях для того, чтобы освободить часть заложников? Идет ли сейчас об этом речь? Трудно сказать. Речь об этом-то идет постоянно, но все это какие-то такие околоспекулятивные разговоры, потому что Хамас ведет с нами психологическую войну, в том числе, используя вот этот фактор заложников, такой чрезвычайно болезненный для израильского общества. Там постоянно меняется число заложников, отменяется количество дней, на которые они требуют прекращения огня и так далее. В армии прекрасно понимают, что прекращение огня, скажем, на 5 дней, вот чего требовали в одном из условий сделки, это смерти подобно буквально. То есть потом будет очень тяжело, во-первых, возобновить боевые действия, потому что у войны свой темп, да, и этот темп должен сохраняться. Второе, это подвергнет опасности войска, которые там находятся. Ну вот с тактической точки зрения это тоже плохо. Поэтому Израиль как бы готов на, ну скажем, краткосрочное перемирие или там краткосрочное прекращение огня, перемирие тут, наверное, не очень подходящее слово, у нас не будет никогда перемирия с Хамасом, ну скажем, на сутки для того, чтобы вывести заложников, передать палестинских заключенных, которых обменяют вот одних на одних, и после чего возобновить боевые действия. Я скажу так, что примерно 99% тех усилий, которые предпринимаются по освобождению заложников, нам неведомы и не могут быть нам известны, потому что это все делается как-то очень тихо, там кулуарно, за закрытыми дверями, вопрос очень щепетильный, очень такой серьезный и трагический, поэтому там предпринимаются усилия, очень-очень активные, по совершенно разным там линиям, разведывательным, там военным и дипломатическим, там на уровне личных договоренностей, вот Роненбар, в частности, глава Шабака, это наша служба безопасности, сейчас находится в Египте, ну казалось бы, да, где Шабак, где Египет, но тем не менее, у него есть там связи, а на Ближнем Востоке связи, это буквально-таки все, поэтому, в общем, вопрос с заложниками решается, вопрос с прекращением огня пока остается открытым. Ну что ж, большое спасибо, что ответили на наши вопросы и немного прояснили ситуацию. О ситуации в Израиле мы говорили с военным журналистом Сергеем Ауслендером. С первых дней провозглашения независимости Израиль уделял особое внимание формированию собственных вооруженных сил, включая и морские. И хотя у Израиля и не самые крупные ВМС в регионе, можно с уверенностью сказать, они одни из самых эффективных. Специальному корреспонденту CBC TV Эльмире Мусаде удалось побывать на одной из крупнейших баз, ВМС Израиля, моряки которого, принимают участие в военной операции против Хамас в Газе. Наступление с воздуха, с суши и по воде включается и во боевая операция армии обороны Израиля в Газе. Мы сейчас находимся на одной из самых крупных баз военно-морских сил Израиля. Именно отсюда корабли отправляются на свои боевые задачи. Сегодня ВМС входит в состав армии обороны Израиля и по данным из открытых источников включает в себя флотилию ракетных катеров ШАЕ-3, флотилию подводных лодок, три эскадры сторожевых катеров, разведывательно-диверсионную часть ШАЕ-13 и подразделение обеспечения. ВМС Израиля имеет три военно-морские базы в Хайфе, Аштоде и Эйлате, а также пункты базирования в Акко, Атпите и Ашкелоне. Этот боевой корабль носит имя «Стрела». Только накануне он вернулся с боевого задания в Газе. Детали военно-моряки не раскрывают, но уверяют – все цели были ликвидированы точечно. У военно-морских сил Израиля богатая история. Они были активно задействованы в ходе советского кризиса, шестидневной войны, войны на истощение, войны судного дня, а количество отдельных операций просто не перечесть. Мы работаем в полном сотрудничестве с другими корпусами, другими частями, а также военно-воздушными силами. В секторе ГАЗа действуем как наступательно, так и оборонительно, защищая его, защищая морскую границу и обеспечивая нашу безопасность как с моря, так и с суши. После начала операции «Железные мечи» против «Хамас» в секторе ГАЗа, ВМС Израиля также были привлечены к нанесению удара по объектам, в которых укрываются боевики. Впрочем, действия ВМС в этой операции не ограничиваются лишь ракетными ударами. У нас много целей. Прежде всего, нам нужно убедиться, что морская граница безопасна, и никто из террористов в секторе ГАЗа не сможет прийти с моря. Мы должны убедиться, что мы делаем все для разрушения правительства Хамаса. Мы вступили в эту войну после того, как Хамас начал ее в этот черный день, 7 октября, убивая и подвергая лесне народ Израиля. В частности, я потерял одного из своих лучших друзей на вечеринке Нова. Он только закончил службу в армии, просто хотел отпраздновать это, отпраздновать свободу, и его убили. Эталоном использования ВМС можно назвать ночной рейд, проведенный бойцами 13-й флотилии подразделения специального назначения ВМС Израиля в южной части сектора ГАЗа. Целью рейда было уничтожение инфраструктуры Хамас. В ходе этой операции израильские военнослужащие нанесли удары по военной инфраструктуре Хамас и действовали внутри объекта, используемого военно-морскими спецподразделениями Хамас. А уже сегодня армейское командование Израиля сообщило, что военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии Цахал установили оперативный контроль над гаванью сектора ГАЗа. По версии Цахал, Хамас использовал порт в качестве тренировочной базы для морских десантников, осуществляющих теракты в море. По их данным, бойцы движения эксплуатировали гражданские суда и суда полиции порта ГАЗа. Мурат Самедов, Эльмира Мусазаде, Зайра Такишиев, Си-Би-Си-Израиль. А теперь переходим к новостям экономики. Их представит Анастасия Панарина. Развитие взаимоотношений между Азербайджаном и Россией, особенно расширение экономического и торгового сотрудничества, эти и другие вопросы обсудили на встрече в Баку. Премьер-министр Азербайджана Алиас Адов и глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю России Сергей Данкверт. Отмечено, что в последнее время взаимодействие между Агентством по продовольственной безопасности Азербайджана и Россельхоценадзором было на высоком уровне. Достигнуты конструктивные решения ряда серьезных задач, поставленных в рамках создания эффективной системы контроля за товарными потоками. Это способствовало развитию взаимной торговли, отметили участники встречи. За 10 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 20%. Также положительно оценены совместные шаги по оптимизации процессов контроля при взаимных поставках. Программу обучения лидер цифровой трансформации в государственном секторе запускает Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана в сотрудничестве с ведущими эстонскими экспертами. В программе примут участие более 40 представителей госорганов, действующих в стране. Предусмотрено обучение менеджеров в области цифрового перехода. Основной целью проекта является развитие опыта устойчивой цифровой трансформации в государственном секторе и стимулирование формирования группы лидеров в этой сфере. Полученные знания дадут широкое представление обо всех государственных решениях и услугах в области цифровизации. Перед официальным запуском программы прошла открытая дискуссия на тему цифровой Азербайджан «Важные шаги по реализации стратегии». Турция и Европейский Союз обсудили возможности сотрудничества в области инновационных цифровых технологий. Об этом заявил министр промышленности и технологий Мехмед Фатих Качир по итогам двухсторонних встреч в Брюсселе. Он отметил, что турецкая промышленность является важной частью европейской цепочки создания стоимости. Ежегодный объем торговли Евросоюза составляет почти 200 миллиардов долларов. 41% турецкой промышленной продукции экспортируется в ЕС, а треть турецких товаров импортируется из Европы. Между тем, Качир подчеркнул, что пересмотр условий таможенного союза окажет положительное влияние как на Турцию, так и на Европейский Союз. В предтаможенном союзе следует предпринять необходимые шаги для схвата всех цифровых сфер, добавил министр. Квалифицированная молодая рабочая сила, уникальное местоположение и мощный логистический потенциал делают Турцию привилегированной страной. Экосистема исследований, разработок и инноваций, созданная Турцией за последние 21 год, укрепила роль страны в высокотехнологичном секторе. От автомобилестроения до химической промышленности, от машиностроения до обороны промышленности, Турция развивается благодаря своему производственному сектору. Транснациональная энергетическая компания BP достигла соглашения о продаже акций своих турецких дочек. Новым владельцем BP Turkey Refining Limited и BP Petrol Leri станет компания Petrol Oficie, принадлежащая швейцарской, нидерландской и Витол. Сделка подлежит определенным предварительным условиям, включая одобрение регулирующих органов. Ожидается, что после ее завершения Petrol Oficie будет иметь сеть из около 2700 заправочных станций по всей Турции. Это увеличит присутствие компаний в крупных городах, в том числе благодаря развитию сети хранения и инфраструктуры. 770 розничных точек под брендом BP будут переименованы в Petrol Oficie. Мы рады работать над созданием более сильного национального лидера энергетического сектора Турции. Учитывая молодое население и потенциал роста, мы верим в будущее Турции. После одобрения регулирующих органов продажу долей BP в компаниях BP Turkey Refining Limited и BP Petrol Leri планируется завершить в 2024 году. При этом британская компания продолжит в Турции свою деятельность, которая не касается розничных продаж. Это операция по бренду Кастрол, нефтепровод Бакут-Беличи-Джейхана и Транс-Анатолийскому газопроводу. Ни одна из стран региона не должна быть исключена из степочек поставок. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Аверчук на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. На мероприятии Россия также заострила внимание на своих экологических инициативах и экономическом развитии. По словам Аверчука, Россия довела до партнеров взятие страной на себя обязательства прийти к углеродной нейтральности к 2060 году. В настоящее время страна активно работает над этим и готовит необходимые финансовые инструменты. Обратили внимание на то, что если мы серьезно говорим о проблемах экономического развития, о проблемах климата, то ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок. Мы указали на то, что наша экономика растет, диверсифицируется, причем это качественный рост за счет перерабатывающих отраслей, за счет промышленности, а не за счет добывающих отраслей. В то же время в России намерены к 2030 году довести долю экспорта энергоресурсов страны Азиатско-Тихоокеанского региона до 76%. Кроме того, планируется увеличить долю сырья, направляемого на нефтегазохимию, до 33-35%. Постановление правительства России, утверждающее соответствующие изменения госпрограммы развития энергетики, подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Как следует из паспорта госпрограммы, доля стран АТР в общем объеме экспорта российских энергоресурсов в текущем и будущем годах составит 49%, а в 2025 году вырастет до 53,5%. Бишкекский форум «Зеленой экономики» собрал экспертов в области устойчивого бизнеса и управления из стран Центральной Азии. Здесь прошли конференции, выставки «Идеология высокого уровня». В центре внимания проблема зеленого транспорта, зеленой энергетики, устойчивого туризма и финансового развития. Участники поделились своим опытом и передовыми практиками, а на выставке «Гринэкспо-2023» были продемонстрированы решения, связанные с зеленой экономикой. О работе форума расскажет наш корреспондент из Кыргызстана Екатерина Токамбаева. Форум «Зеленой экономики» в Кыргызстане проводится не первый год, и он уже стал платформой для партнеров из Центральной Азии для обсуждения, поиска и применения зеленых решений в регионе. Надо учитывать, что Кыргызская республика достаточно маленькая республика, и вот эти вопросы по зеленому продвижению, по зеленой повестке мы должны двигать вместе с нашими партнерами, странами. У нас вопросы, нельзя сказать, что отдельно друг от друга, например, вопросы воды, вопросы климата, они все связаны контекстно с Центральной Азией. То же самое Аральское море, если мы возьмем влияние его на регион, возьмем влияние, например, водных ресурсов. Это тоже вопрос только Кыргызской республики, но и также других стран. В этом году главная тема форума – чистый транспорт и возобновляемые источники энергии. Это именно то, что поможет странам Центральной Азии добиться нулевого уровня выбросов и сделать свое развитие устойчивым. Кыргызская республика одним из ключевых направлений зеленого развития были определены преобразованием модели экономики через зеленые технологии, увеличением инвестиций, возобновляемые источники энергии и активное распространение экологического чистого транспорта. На фоне энергетического дефицита вопрос зеленой энергетики крайне актуален для каждой страны Центрально-Азиатского региона. Если Кыргызстан еще только делает первые шаги в сферу возобновляемых источников энергии, то Казахстан без преувеличения в Центральной Азии уже лидер. Не менее интересен для участников форума был опыт Узбекистана. Здесь в последнее время стремительно осваивают применение солнечной энергии. Правительство всячески стимулирует развитие этой сферы. Для домовладельцев частного сектора с этого года разрешено вырабатывать и продавать выработанную электроэнергию по тарифам, которые достаточно высокие в региональные электрические сети. В то же время этими решениями стимулируется, точнее, вводится в обязанность установка солнечных электростанций в объеме не менее 30% от потребляемой мощности каждого предприятия. Кыргызстан, в свою очередь, поделился с участниками форума опытом сбережения энергии как электрической, так и тепловой. На выставке, открытой в рамках форума, главные места были отведены технологиям, позволяющим рационально использовать ресурсы газовые котлы, электрические заправочные станции и экологически чистые строительные материалы, например, сэндвич-панели, которые, как конструктор, можно разбирать и собирать заново. Почему строительство сэндвич-панелей является экологичным? Потому что после любой эксплуатации строительного объекта его можно разобрать, то есть сэндвич-панели сборная-разборная инструкция, разобрать и собрать в другом месте и заново эксплуатировать. После чего это все перерабатывается и в будущих путей сделать. Панельные сессии форума были также посвящены вопросам построения образовательных платформ для устойчивого развития и теме сельского хозяйства. По мнению экспертов, страны Центральной Азии в вопросах изменения климата наиболее уязвимы, потому специалисты считают, что регион должен взять на себя ведущую роль в создании будущего с нулевыми выбросами. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу Мурбек, специально для Сибиси из Кыргызстана. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Спасибо, новости экономики представила моя коллега Анастасия Панарина. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом Сибиси и слушайте нас на Сибиси-ФМ. Всего вам доброго и до встречи.